всем привет меня зовут алена добро пожаловать на мой канал посмотрите какая вечерняя красота время 3 вечера начала 4 я сейчас побегу на спорт заниматься спортом и просто камера конечно не передает камера придет серо-синий цвет на самом деле он такой фиолетовый сиреневый оттенок небо дымка такая стоит красота я пошла на спорт так и все ли за ханис перла иду с тренировки посмотрите какая красота дали снежок классно да иду домой осталось совсем чуть-чуть по набережной пройти ну что девчули начинается сезон посадок так давайте сначала продукты быстренько забежали прогулялись мы тошку завезли после баньки сами пошли погулять на аптеку врач мне прописал кое-что мне надо было купить так птичница отличница яйца куриные так ташуня ну-ка давай не хулигань творожок очень вкусные стаканчики мне потом под рассаду все уже это знают очень хорошие стаканчики надо будет еще с гаража привезти у меня с прошлого сезона много стаканчиков решил этот раз купить вот такой йогурт когда-то давным-давно лет десять назад и покупала похожие йогурты клубничные поменьше правда такие упаковки были типа графинчика вот тут воздух держит форму я решила взять чернику покупать наши маленькие вот эти вятушки кировские взяла такой попробуем вроде как вкусно сказали так яблочки красные яблочки у нас закончились продуктов мало купили так чисто чтобы приготовить так голень взяла куриную и взяла филе бедра на будет готовить так ну и поехали зашла fix price там самые дешевые потому что в цветочных магазинах и в остальных магазинах намного дороже здесь ну конечно дороже чем в прошлом году в прошлом году мне кажется рубли по 60 их брала сейчас они 83 рубля стоят такие теплички вот прозрачные сверху я в такие сажаю питунью а сейчас январь уже конец надо посадить мне катарантус вы уже смотрели у меня эти семена но будем сажать вместе я в этом году очень много семян всяких разных купила и очень много которые сажаются в январе как татар катарантус потом надо сажать остеосперму потом да много каких я вам в общем покажу целозию кстати хочу посадить перистую и гребешок так как они достаточно таки медленные тугодумы долго думают они вот таких я купила тепличек шесть штук как бы потом еще докупать не пришлось но пока 6 купила бедный муж у меня это все тащил мы еще до до пиццу зашли прогулялись с ним собаку дома оставили машину оставили пошли пешком гулять так купила вот такие почва брикеты две штучки купила мне тоже надо я заметила что именно вот в таких брикетах хорошо прорастают семена хотя все продавцы цветочном советуют проращивать земле а потом уже пикировать уже вот в такую земель куда вот почву потому что верх верховой торф но я заметила что именно в таких брикетах в такой вот торфяной штучки наоборот лучше вырастает а я потом уже пикирую покупаю земельку с биогомосом уже вот совсем вот этим всем покупаю я с вермикулитом покупаю я терра терра как-то так мне земля называется цветочная но в общем который не совсем дешевая а мужская даже дорогая я вот в нее пересаживаю пикирую все замечательно поэтому как все как в прошлом году у меня увидели цветы как выросли хорошие саженцы у меня были на дачу я привезла красоту так еще взяла вот такие три лоточка решила попробовать меня не такие симпатичные мне кажется хорошенькие вот такие лоточки сверху видите прозрачная крышка как тепличка я взяла три штучки попробую если они мне понравится я потом их тоже докуплю они по если не навром сейчас по 99 рублей вроде бы такие подончики с крышками так экспрессе схватила вот такие губки хозяйственные они большие мне нравится но это не совсем большие более я думаю они большие муж показал мне подошли небольшие не совсем ну ладно я люблю большими губками мыть ванную раковину вот ванной я это все мою потому что ты посуду чуть поменьше беру так фикс прайсе вот такая тряпочка мне понравилась сине-зеленая прошита и она такая мягенькая мне кажется она будет очень хорошо вот это все протирать этой машину мужу купили тряпка для автомобиля такая прям хорошенькая прям приятный и не совсем прям синтетика мне кажется поэтому она будет лучше остальные уж совсем такие прям неприятно так я взяла ну фитоспорин это стандартная обрабатывать земельку перед тем как сажать так корневина не было но взяла вот такой кореник это тоже самое единственное меня что расстраивать 5 грамм мне так ощущение вот здесь даже меньше пяти грамм прям вообще размазан и размазан этот порошочек по всему пакетику цена тоже как прошлом году прям очень мало взяла два пакетика ну что-то расстроилась надо будет нормальном магазине купить за теперь грамм размазали бедный блин а цена такая же практически все деньги дерут сезон начинается мне кажется поэтому так как я себе заказала назван я вам потом покажу уже удобрение для петуни но я еще взяла такую фертику в прошлом году отлично она мне помогла у меня петуни прям супер такая пушистая поехала на дачу я вот ей удобряла я за за то время пока она у меня росла дома до дачи вроде бы один или два раза один ты точно не помню один или два раза я удобрила поэтому взяла еще самое классного для петуни и для господи как тебя звать до лабели вот классно классная вещь берите так для работы для подписки документов и такие стики взяла себе клеить самоклеющие закладки так и взяла вот такую штучку попробовать почитала заправка для рассадных грунтов тут почитала в общем ее добавляешь в грунт куда вы делаете пикировку или саженцы или еще что-то все это перемешиваете и получается как хорошая такая добавка для них комплексно ну в общем попробую не думаю что тут что-то прям супер интересное ну чуть-чуть попробовать можно почему бы нет а вдруг а вдруг все будет хорошо так все тут аптечная осталось так закупочки уже потихоньку начинаются завтра буду убираться дома убирать елку а потом начнем высаживать и будем мы высаживать с вами вместе сейчас покажу что будем сажать так что я намерена посадить я намерена посадить целозию гребенчатую и перистую гребенчатую в прошлом году сажала шикарные цветы очень красивые правда я их высадила не в грунт я их высадила в горшки красивые на даче купила штук 5-6 горшков таких красивых в общем я в горшке их высадила шикарно смотрелись у меня был вот такой цвет и вот такой а тут ассорти тут еще желтенький мне интересен но они мне не такие прям супер гребенчатые были чуть поменьше но очень красивые листва такая не темно-зелено а ярко такая сочная травяная такая более салатово мне понравилось еще мне очень интересно перистая перистая у меня не было но выглядит класс скажите же классно и так как они вот эти цветы туго думы как я поняла потому что я в прошлом году высадила вот эту целозию в марте месяце то ли 6 то ли 7 марта перед 8 марта я высадила семена посеяла в мае получается под конец мая у нас уже вообще прям жаришка была я высадила это все на даче и девочки зацвела она у меня только в августе начала читать в интернете что не так добавки к земле были земля была супер жирно хорошая несколько раз за лето мы с мамой удобряли но она мне все равно зацвела только в августе мне прям это взбесило и я поняла почитала посмотрела и поняла что они эти цветы туго думы и их лучше всего сажать конце января что я и буду делать и как раз к тому моменту когда я буду высаживать на дачу буквально через пару недель высадки а может уже до они мне за цветут и будут стоять все лето поэтому если вы хотите такие цветы то сажайте сейчас быстрее быстрее пока еще январь как говорится не закончился также туго думы цветы катарантус у меня два цвета это тату black cherry и тату папайя очень красивые мне нравится их глянцевая такая удлиненная листва прям такая туго темно зеленая и мне понравились вот эти оттенки black cherry и папайя тут такой более розово-коралловая а тут такой прям фуксия и вот чем катарантус отличается от петуни они не колокольчиками не граммофон чиками они такие плоские хорошо раскрывается хорошо держатся цветочки после дождей быстро все приходит норму не повреждаются поэтому он не прихотливый цветок он туго дум поэтому его просто лучше посадить в январе крайний случай начала февраля но лучше в январе и будет красота у вас на даче поэтому вот катарантус если намеренно посадить намеренно посадить лабелью потому что хочу чтобы она у меня супер пушистая была лабелью буду сажать также я хочу попробовать посадить вот такие красивенные просто левизия они типа как суккулентов многолетник шикарно смотрится посмотрите какая красота в горшочке у него толстенькие прям жирненькие листики и цветочки вот так вот выпрыгивают я посчитаю это супер необычным цветком решила попробовать посадить поэтому его тоже буду сажать мне очень прям стало интересно а также а также вроде бы если я не ошибаюсь сейчас еще раз везде в интернете почитаю бегония однолетнику такая клубневая вроде бы как слышала что лучше ее в конце января посадить чтобы она уже к маю месяцу к высадке на даче образовались клуб не будь здоров киса вроде чтобы образовались лучше клубни поэтому буду вроде сейчас сажать сейчас еще уточню конкретно вот ее еще хочу посадить заранее пораньше а так у меня очень много в этом году цветов и еще идет петунья вот еще надо посмотреть как первый раз буду сажать немезия очень красивые цветы метод смесь сортов надо про нее тоже почитать тут конечно написано что апреле сажаем ну вроде в интернете смотрела видеоролики что ее надо немножечко пораньше типа марта атаку цветов посмотрите мне просто нескончаемое количество цветов всяких разных это все я буду сажать красоту вот это все еще на работе у меня несколько пакетиков циния петуни сейчас идет заказала тут тоже семена там семена в общем сажать нам много всего поэтому а может даже сегодня посажу посмотрим как будет настроение с утреча с утреца сбегала в озон пункт выдачи пришло мне вот такое водорастворимое удобрение для петуни пуршап он содержит и озон и фосфор и каль и магний и сера и что там только нету в общем шикарное удобрение вот так вам сделаю можете скриншотить я ему заказала на озон кстати очень выгодно здесь три килограмма не хватит на все лето для моей питуньки и лабели пришла партия петуни которая заказывала еще не вся еще должно несколько упаковочек прийти заказала вот такие питунью мультифлора серия dot star чешская линия она вот такую крапинку на работе у нас принесли в крапинку мне очень понравилось я решила тоже заказать тут по 7 драже цветок 6-7 сантиметров диаметр высота 30-35 и заказала аэлит питунью мамба с розовыми прожилками роскошное цветение цветущие шары вот такие красивые мне тоже понравились в прошлом году поэтому я тоже заказала здесь 15 22 15-25 сантиметров растения высоту и 8-9 цветок кстати чем меньше цветок тем более устойчив он к дождям хотя эти цветы тоже достаточно быстро восстанавливаться но эти практически моментально восстанавливаться ну смысле маленькие цветочки в отличие от больших потому что у меня были петуни огромные такие прям пушистые они ну после дождей если сильно приведет ее ливнем то она уже не восстановится приходится обрывать эту красоту и ждать когда поспеет новая мосюзки достаточно быстро восстанавливаться поэтому я решила перейти на мосюзки вот пришли новенькие с тошечкой мы сходили только что все сейчас буду убираться убирать елку и давайте сажать так пока я занимаюсь домашними делами убрал елку посмотрите все пусто нет моей елочки покушку готова прибралась собираюсь сажать семена да это шунька тут пришел у меня помощник почта пришла муж у меня забежал на озон не пришли посылки но пришли только семена но еще пришло такое средство это тоже минеральное удобрение тоже пуршат для всех видов питуней то есть я ее хочу использовать пшикалковить спрей брызгать не только поливать удобрять посыпать ну еще можно пшикать это еще лучше будет что тут азот будет супер пышные кусты у меня вообще классно удобрение я планирую не только для питуней я и планирую для катрантуса для лабели лаватеры они из одного семейства примерно поэтому она все хорошо подходит и пришли семена давать открывать так пришла мне питунька семена профи американская селекция питунья ампельная изи вейв бурбон девелюр вот такая фуксия и серединка будет черная темная у меня прям году в том году было от семена от партнер и вот такая фуксия была только без темного а мне хочется глубины гнастики 3d так и вот такой цвет пришел красный желтый изи вы империал класс да вот вот такие питунчики мне пришли сейчас еще открою так забыл сказать в каждой упаковочке по 5 гранул вот такие красивые питуньки сейчас про вот эту и еще заказала вот такой комплект продавался ну сразу две упаковочки тут аэлит производитель питунья городская орхидея и питунья городская голубые искры мне понравились что она такая белосиреневая и посерединке темненько так вы знаете с жилками и вот тут такая орхидея розовая тоже жилками только тут жилки темные а у меня есть еще купила фуксию тоже жилками но она светлыми жилками тут такими темными очень красивые здесь по 7 штучек по 7 семян в гранулах поэтому вот все моя питунья пришла красотка если светленькие и розы и розовенькие все все цвета да можно сказать и красненький желтенький красота будет у меня на даче девочки я развела фитоспорин в теплой водичке вот эти два контейнера я уже залила просто вот наливаем примерно по 40 миллилитров либо пол литра в поддон и мне проще в ячейки сразу наливать я вот так вот разливаю теплую водичку с фитоспорином чтобы было все чистенько как говорится без бактерий без всяких заболеваний мира сада цвела и пахла заливаем и будем сажать еще один контейнер так мои таблеточки напились водичкой эти допивают как говорится я уже их прорыхлила с этой пачки катарантус тату black черри я взяла 6 штучек в упаковке 8 останется 2 если что-то не так у меня еще будет время потому что сейчас конец января сегодня 21 января будет время еще досадить как говорится поэтому я пока 6 здесь 12 получается у меня будет 6 black черри и 6 папайя еще пока не открывала буду за эти уже упаковала ну мало ли все хорошо на следующий год просто докуплю поэтому семечко я сильно глубоко углублять не буду сделал буквально борозочку в пару миллиметров закину семечко из повторю со второй пачкой семян и накрою вот такой крышка прозрачность создам тепличку сажаем следующая сейчас я высыпала семена но не все тут очень много просто их сейчас покажу это аэлит целозия перистая посмотрите сколько там огромное количество мне надо всего лишь 8 штучек поэтому я уже подписала целозия перистая гребенчатая пока перистая дело двигается потихонечку